Я приветствую всех слушателей нашего канала. Сегодня мы поговорим о том, какие настройки необходимо сделать, чтобы комфортно работать в среде Microsoft Word. По роду своей деятельности, я давно заметил, что большинство пользователей не имеет представления о самых элементарных настройках документа. Итак, что происходит, когда мы открываем текстовый редактор Word? Перед нами документ с какими-то настройками, принятыми по умолчанию. Когда мы начинаем набирать текст, то получаем что-то вот такое. Перед вами три абзаца текста, которые были набраны в новом документе. Прежде всего, давайте убедимся в том, что мы работаем на листе формата А4. Пункт меню «Разметка страницы», кнопка «Поля» и внизу «Настраиваемые поля». Посмотрите, размер бумаги выбран А4, стандартная ширина 21 на 30 см. Ориентация страницы может быть либо альбомная, либо книжная. И сразу же следует проверить отступы сверху, слева, снизу и справа. Это отступы от края страницы. Обычно левый отступ оставляют побольше в местах скрепления листов 3 см. Правая 1,5 см. Ну, а верхняя и нижняя по 2 см будет достаточно. Ок. Также отступы можно изменить, если воспользоваться линейкой. Слева, у левого края окна, я подвел курсор мыши к месту пересечения серой и белой области линейки. Стрелка принимает вид двунаправленный. Если я нажму левую кнопку мыши и не отпуская ее, протяну мышку или вверх, или вниз, я тем самым могу изменить размер верхнего отступа. Точно так же я могу пролистать в конец страницы и подредактировать нижний отступ. Голизонтальная линейка позволяет мне отрегулировать так же правый и левый отступы. Большинство неквалифицированных пользователей абзацные отступы выставляет путем многократного знака пробел. Это неправильно. Я покажу вам, как это сделать гораздо проще. Вернемся к первоначальной ситуации. Обратите внимание на маркеры линейки. С левой стороны имеем два маркера, нижний и верхний. С правой стороны имеем один, только нижний маркер. С помощью этих маркеров можно придавать любой вид абзацным отступам. Я выделю все три абзаца и давайте подвигаем правый нижний маркер левой кнопкой мыши. Посмотрите, пожалуйста, выделенные абзацы меняют ширину. Аналогично левый нижний маркер изменяет отступ абзацев слева кроме первой строки. Отступ первой строки регулируется верхним левым маркером. Верну как было нижний левый маркер начальное состояние, верхний левый маркер размер красной строки абзацного отступа и правый нижний маркер правая крайняя граница абзацев. Подобные отступы можно устанавливать для отдельного абзаца. Например, абзац номер два. Выделил абзац, правый маркер установил размер красной строки, отступ от одного края и отступ от другого. все абзацы выровнены по левому краю. Вкладка главная, кнопочка выровнять по ширине. И еще что бросается в глаза ну во-первых шрифт шрифт непривычный шрифт калибри выделяем и times new remain обычный шрифт используемый в документах размера 14. а также что бросается в глаза отступы между строк разные. Посмотрите, в рамках каждого абзаца отступы одинаковые. Но когда один абзац сменяет другой, то мы видим, что каждый абзац выделяется чуть большим отступом. для того, чтобы их отрегулировать на вкладке главное секция абзац стрелочка справа внизу абзац я нажимаю и выставляю следующие настройки. Во-первых, интервал перед абзацем должен стоять нулю, равный нулю, после также нулю и множитель одинарный отступ между абзацами. Окей. Все. То есть теперь между абзацами текста все отступы равны.